Гордость Дальрыпфтуза, знаменитые уже на весь мир барабанщицы, вновь держат палочки на готове. Повод – встреча старшеклассников из Всероссийского детского центра «Океан», чьи фирменные автобусы уже подъезжают к университету. Ребятам в ходе экскурсии предстоит узнать, что, где и как изучают в УЗИ. В «Океан» нас приглашали на дни открытых дверей. В этом году мы были у них два раза, презентовали наш УЗ, а сейчас мы пригласили их к себе. И вот под приветственный звук барабанов для ребят начинается экскурсия по рыбохозяйственному университету. В начале всех посетителей знакомят с историей Дальрыпфтуза. Рассказывают, как в 1930 году началось обучение рыбному промыслу в Приморье. Символика ВУЗа и на памятных презентах, которые вручили старшеклассникам «Океана». И вот путешествие по университету стартовало. Первая локация – знакомство со странами АТР. Здесь рассказали о культуре, особенностях Китая и Японии, ближайших соседках Владивостока. Украсили рассказ, мифы и легенды о карпах и драконах, а также национальные костюмы и предметы быта народов Азии. Потому что в Японии ручная работа ценится очень высоко. На второй площадке ребята узнали об особенностях рыболовства, познакомились с орудиями промысла, а также со спецификой работы. Из Америки захотел – опа, поехал в Арктику. С Арктики захотел – опа, поехал в Южную Америку и так далее. Третья – заключительная локация. Познакомила океанцев с морскими узлами. Вспомнили старые, выучили новые, среди которых так называемый констриктор – веревочный самозатягивающийся узел. Эмоций после экскурсии у ребят много, однако каждого заинтересовало что-то свое, особенное. Я всегда грезила по Японии, мне очень нравится их культура. И мне сегодня немножко про нее рассказали, это была самая интересная часть. Узнала, как выглядят сети, узнала, как вязать узел, чтобы завязывать руки. Много разных рыб увидела новых. Как раньше я хотела сдавать общество и биологию, а сейчас я буду сдавать физику еще. Потому что я вообще хочу сюда попасть. Мне сказали, что здесь много получают денег. Экскурсия для школьников приурочена ко Дню рыбака. Даль Рыб в Туз таким образом решил популяризировать профессии, связанные с рыбной отраслью. Ведь не исключено, что некоторые из этих ребят захотят в дальнейшем связать свою жизнь со сферой рыболовства, рыбоводства и рыбопереработки. Край у нас рыбный, специалисты нужны всегда. Тем более в рыбной отрасли очень неплохие заработные платы. Я думаю, что мы смогли детей заинтересовать. И часть детей, которые сегодня посетили экскурсии, все-таки свяжут жизнь с нашим вузом, с морем и так далее. К слову, Даль Рыб в Туз – единственный университет на Дальнем Востоке, где готовят специалистов как на торговый флот, так и на рыбопромысловый. На сегодняшний день специальности рыбной отрасли очень востребованы. Особенно в Канаде и Азии. И вполне вероятно, что сегодняшние гости океана завтра будут грызть морской гранит науки в стенах рыбохозяйственного университета. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.